Немецкий танк «Тигр» с его почти непробиваемой бронёй и дальнобойной 88-мм пушкой наводил на солдат антигитлеровской коалиции больше страха, чем любой другой танк Второй мировой войны. Оказываясь, в меньшинстве почти в каждом бою отлично обученные и храбрые экипажи «Тигров» были элитой немецких «Панцерваффе». В 1916 году англичане первыми использовали танки на поле боя. В Германии в то время этой революционной новинки не придавали особого значения. По Версальскому договору Германии было запрещено производить собственные танки. Так что в 20-х, 30-х годах разработки танков велись тайно. Но с приходом к власти Гитлера и нацистов секретность была отброшена. Эти совершенно новые боевые формирования создал генерал Хайнс Гудериан, один из лучших танковых командиров немецкого вермахта. За свои теории использования танков в современном бою он получил прозвище «отца танковых войск». Хайнс Гудериан между Первой и Второй мировыми войнами изучал возможности применения танков в бою. И она приносила нам успех. Бронетанковые дивизии Гитлера прошли боевое крещение в 1939 году, когда немецкие войска вторглись в Польшу. Сопротивление противника было сломлено за полтора месяца. На следующий год немцы повернули на запад против французов и англичан. Используя передовую тактику, танковые соединения совершали прорывы, рассекая силы противника, хотя у союзников было больше танков. В июне 1941 года Гитлер развязал войну уже с Советским Союзом. За считанные недели Красную Армию отбросили далеко вглубь страны. И здесь танковые дивизии казались несокрушимыми. Немцы были уверены, что их танки превосходят всё, что имеется на вооружении противника. Но осенью 1941 года немцев ожидал неприятный сюрприз – появление нового русского танка. Разработанный в условиях строжайшей секретности, русский Т-34 по вооружению и характеристикам превосходил все немецкие танки. Из трёх основных характеристик любого танка – огневой мощи, брони и подвижности – немецкие конструкторы сосредоточились на огневой мощи. Следуя указаниям Гитлера, конструкторы фирмы Хеншель установили в башне нового танка зенитное орудие калибра 88 мм – самое мощное на тот момент танковое орудие. Через два месяца новый тяжёлый танк был, наконец, готов для боевых испытаний. Могучая боевая машина получила название «Тигр». 56-тонный «Тигр» был на 20 тонн тяжелее своего главного соперника. Всё же, несмотря на размеры, он должен был преодолевать любые препятствия и пересечённую местность лучше любого другого немецкого танка. Адольфу Гитлеру этот танк очень понравился. Он был большим, мощным и был воплощением идеалов, господства арийской расы. В конце 1942 года фронтовые подразделения получили этот супертанк. Его 88-мм дальнобойная пушка не имела себе равных по огневой мощи. Скоро выяснится, будет ли «Тигр» тем инструментом побед, который был так нужен Гитлеру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok